Всем привет, с вами Мимико, я начинаю на канале новую игру под названием Spyro, а точнее у нас будет целая трилогия, наконец-то я её заимела на свой день рождения, это игры моего детства, честно, я столько на первой PlayStation в них играла, но правда я не помню в какие конкретно части, то есть играла ли я во вторую и в третью тоже, либо играла вот в первую, например, и в третью, либо в первую и во вторую, то есть я не помню, чтобы я играла во все три части, но как минимум первую я точно проходила не один раз, она мне безумно нравилась, я выбивала все кристаллики, всех драконов, то там их спокойно можно открывать и прочие-прочие штучки, мне прям так приятно было возвращаться с какой-нибудь учёбы домой и просто заседать и переигрывать с них. Я не скажу, что Spyro это какая-то гиперсложная игра, как например Crash Bandicoot я считаю, наверное, посложнее, во всяком случае, касаемо первой части именно Spyro, а вторую и третью я не помню на данный момент, но может когда я их увижу, я и вспомню. Ну, посмотрим, давайте начнём первую часть. Хорошо, что их пересдали, и мы можем увидеть уже в современной графике все три игры. Мотор, начали съёмка. О, мир и покой царит в пяти мирах, или шести. Уже драконий век, у нас уже 12 тысяч самоцветов, а может 14 тысяч? Что вы можете сказать о неком Гнасти Гнорке? Как я понимаю, он нашёл заклятие, чтобы превращать самоцветы в воинов для своих целей. Я отвечу. Гнасти Норк примитивное существо. Примитивное? Он изолирован в далёком мире, и королевство драконов не угрожает. Не угрожает. К тому же он уродлив. Уродлив? Смеёх хватит. Кажется, изделие же привалило. Мне нравится эта подача в Спайра. Она всегда... Приключения начинаются. Приключения говорят нам, что сейчас будет что-то. Что-то. Крепец нацельгическое, я бы вам сказала. Я играла... Я не знаю, сколько мне лет было. Девять, десять. Это прям совсем моё детство, конечно. Ну, давайте освободим первого дракона. Спасённый Нестер. Спасибо за освобождение, Спайра. Спаси десять драконов в мире мастеров. Затем найди аэронавта. Он перевезёт тебя в следующий мир. Что насчёт Гнастина Гнорка? Я ищу его. Сперва найдет драконов. Это всё, что я могу сказать. Плюс это ещё и наше сохранение, если что. Блин, как приятно. Слушайте, управление, каким я его помню, честно, на консоли, может быть, конечно, неплохая память, но оно вот тоже было очень отзывчивым. Это весьма приятно выглядящий ремейк. Мне по нему нравится. Нак. На тебе. Можем плеваться костром. Костром. Огнём. А, я ещё раз тебя могу. Ну-ка. Ха. Я быстрее. Прекрасно. Интуитивно понятное управление. Разгоняться. Попытаться попасть. Потому что от разгона мы хуже поворачиваем, естественно. Ну, давай просто тебя подожжём, пожалуйста. Давай просто так и будет. Здесь ещё очень много достижений, ребят. Я не знаю, я попробую. Не обещаю. Но я попробую их выполнить отчасти. Будет, наверное, у нас по уровню на выпуск. Скорее всего, потому что так будет поудобнее. И если кому-то понадобится что-то найти, тоже сможет легче найти. Потом на ютубе спасённый Делбин. Где Гнастин Гнорк? Я свепелю его. Умерь пыл своих врагов, Спайро. Сперва тебе нужно обучиться. Знаешь, что делать, стрекоза, следующее за тобой? Ну... И вот вот Спаркс. Он помогает тебе и защищает. Проглядывай за ним, и ты поймёшь, о чём я. Так, здесь можно попрыгать. Смотрите, светяшки. Да так мило я не могу. Спайро очень милая игрушка. Очень милая игрушка. И там откроется уровень Санифлайт. У нас есть такой мир, хаб. Он будет не один. Мы можем, соответственно, посещать... Каждый и потом, даже когда потом пройдём игру. Вон ещё один уровень. В каждом хабе будет, по-моему, где-то по 6. По 7 уровней, где-то так. Также мы, помимо кристальчиков, ещё можем собирать хпшки. Из разных монстров, из которых, например, уже выбили кристаллы. Либо вот из таких существ, как эти... Кто это? Это какие-то змеи-козы. Я не знаю, у вас есть идеи, кто это? Это какие-то суслики, спрятавшиеся под овцы. В общем, вот... Нашу стрекозочку можем покормить. В общем, из таких существ тоже может всё это дело выпадать. Очков у меня не получено. Даже цветочки поджигаем. Так, ладно, пойдём дальше всё изучать. Ага, смотрите, драконья Мурда. Большая. И... Собственный дракон. Ну-ка. Спасённый Аргус. Ого, дым из носа. Сделай это ещё раз. Бортал упасть от дракона ведёт к полсу мира мастеров. Но ты ещё не готова в спару. Сначала ты должен обойти землю мастеру. Окей. Так, что-нибудь есть сзади? Игра, на самом деле, в этом плане немножко хитренькая. Потому что, типа... Здесь очень много разных нычек, которые... Мы можем найти. И чем дальше, тем их больше, ребят, увидите. Здесь есть на что посмотреть. Первые уровни ещё достаточно лёгкие. И потом они, конечно, будут усложняться. Спасённый Томас. Привет, Спайро. Нажми кнопку прыжка дважды, чтобы лететь. И... И не бойся. Бояться? Чего? Сорваться с вершины высокой горы? Упасть до исторических ледников? Прекрасно. А, это. Так, всех дракушек мы на этом уровне спасли. Прекрасно. Прекрасно. А, смотрите, как он ещё прыгает от разгона. Блин, прикольно. Ну-ка. А я так что-то могу сделать? Не. Так не ударяет он его. Ну, на всяком случае, урон я могу ему нанести как разгоном, так и... Просто поджечь. Окей. Так, а я забрала, да, там? Нет, не забрала. Я просто спрыгнула вниз случайно из-за того, что сильно разогналась. Так, окей. Допустим. Да, в такой момент ещё один уровень. В такой момент я не могу крутиться в воздухе, когда меня поднимает. Поэтому с этим, конечно, надо быть поосторожнее. Эй. Не может сразу же в две стороны. Чёрт. Так, а остановиться в воздухе как? Ну. Допустим. Ага. Походу на F. Походу на F. А что я ещё пропустила? А, мы ещё вон туда не ходили. Там целое помещение. Ну-ка. А что у нас здесь есть? Путеводитель. А, 90 и 100 собрали, смотрите. 4 из 4 драконов. Прекрасно. Значит, я буду проходить тогда... Один остался? Я буду проходить тогда по одному уровню. Так будет понятнее, удобнее. Аэронавт Марка, докажи, что достойно сводить 10 драконов. Тогда сможешь полететь на этом шаре в новый мир. Вот так. Где-то я один кристалл не добыла, ребят. Где-то один кристалл потерялся. Где-то... Где же... А правда где? Я вроде всех прибила. И здесь мы вроде везде пробежались. Ага. Смотрите, нет ничего. Где я потеряла один кристалл? Один. Слушайте, ну один посеять вообще жалко. Ну-ка, давайте осмотрим все сверху. Офигенно осмотрела все сверху. Допустим, давайте еще раз здесь осмотримся. А вроде нет ничего, да? Странно. Эй! Офигенно, может, с вас выпадет. Где кристалл? А где он лежал вот так? Он лежал просто здесь. О май гад. Не, ну ладно, ладно, окей. Мы открыли этот уровень. Можно его считать, в принципе, лобби отдельным уровнем. Мы открыли его на 100%. Я думаю, хорошая затравочка на будущее, да? У нас останется... Сколько? Раз, два, три, четыре. Там пятый. И там еще уровень с дракончиком шестой. Вон, даже мы их видим, видите? Чуток. Если так через горы посмотреть. В общем, такие дела. В следующий раз уже пойдем в какой-нибудь из уровней. И надеюсь, что это будет прикольное приключение, что я не буду гореть. Блин, у этой стрекозы, кстати, смотрите, какие лапки забавные. Я надеюсь, что я не буду гореть. Я помню, что она не настолько сложная. То есть, например, в том же крэше я очень часто горела. Потому что не всегда там поймешь, куда ты именно прыгаешь. Особенно если взять ремансированную трилогию, то... Ну, как бы вам это сказать? Там из-за того, что добавили кучу теней и так далее, так как подтянули графику, то раньше, когда ты играл в PlayStation 1 версию, под тобой вот прям черный кружок. Вокруг теней не было. И, соответственно, вот этот черный кружок, вот ты прыгаешь, и тебе понятно, куда ты сейчас приземлишься, на какую конкретно тент, трешку, лея, ящик, коробку, неважно. Но в ремастированной версии, так как вокруг много теней, и под тобой вот эта тень достаточно размазанная, это уже не реляет, к сожалению. Поэтому крэш, во всяком случае, в данном его виде, с него я горю куда больше. Я его попробовала лучше проходить. Спайра при этом не настолько сильно привязана к этой тени, и не настолько здесь важна была эта механика, поэтому я надеюсь, что у нас все будет хорошо. Идет он замечательно, я думаю, вы видите. Выглядит он красиво, выглядит он очень приятно, свежо. Просто сравните с PlayStation 1 версией, и вот это, это очень мило. При этом они сохранили полностью ощущение от управления. Ну, по моей памяти, конечно же, я играла очень много лет назад. И это классно. Пока что мне все нравится. Давайте увидимся с вами же в следующем выпуске, когда я приступлю ко всем уровням по очереди. И посмотрим, так ли оно будет приятно и дальше. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Особенно, если вы когда-то в детстве играли в Спайра, будет с вами очень приятно это все дело обсудить. Так что увидимся. Всем пока-пока. И до встречи.